Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у нас коррекция. И вот как всегда, за день до коррекции клиентка потеряла ноготок. Вернее, она его не потеряла, а он отвалился. Она поднимала ящик, рука соскочила и ящик вместе с ногтем полетели на пол. Я, конечно, очень рада, что это лишь покрытие отпало и никакого вреда натуральный ноготь не получил. Но черт побери, почему именно за день до коррекции? И это не относится конкретно к данной клиентке. В основном, если клиенты приходят с какими-либо потеряшками, то зачастую это произошло вчера. А у вас так же? Видео с этим ярким дизайном есть на канале. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. У меня сегодня посылочка с материалами Альпаза. Беру эти материалы в сообществе ВКонтакте. Очень бюджетные цены на гейлаки и сопутствующие материалы. На сопутствующие товары цены наравне с Алиэкспрессовскими. Но не нужно ждать месяц. И всем моим подписчикам конкурс от Альпаза Шоп. Разыгрывается сертификат на сумму 1000 рублей. Все подробности будут в описании. А также промокод It's My Nail на скидку 12% до 16 августа. Не упустите шанс. Мне посылка в Саратов за 5 дней дошла. Упакована все просто замечательно. Заказала хлопья юки. Смотрите, как здорово. На каждом пакетике наклейка, на которой изображено, какого оттенка хлопья юки. И как они будут выглядеть на ноготках. Обычные хлопья юки, но обязательно должны быть у каждого мастера. Чтобы была возможность радовать клиентов необычными и яркими дизайнами. Еще очень нравится мне щеточка рыбка. Она очень красивая и очень мягкая. Но так как у меня щетки, это расходный материал. И после каждого клиента я ее выбрасываю. Поэтому работаю с клиентами с самыми обычными щетками. Такую после одного использования жалко выбрасывать. Да и по цене дороговато. Заказала ее для себя. Очень нравится, что все материалы в фирменных коробочках. Заказала вот такое средство. Это средство для снятия гель-лака. Я всегда снимаю гель-лак аппаратом. Я не доверяю всем этим средствам, которые нужно накладывать на ноготь и оборачивать фольгой. Так как под фольгой эти средства очень сушат кожу и ногтевую пластину. Они очень агрессивно воздействуют на кожу. А это средство не нужно оборачивать фольгой, а просто нанести на покрытие и подождать. На руках навряд ли его буду использовать, а вот в педикюре попробую. Очень неудобно аппаратом снимать покрытие. Ну что, посмотрим, как оно работает. Мне пора менять покрытие на ногах. Очень мне надоел этот розовый цвет, а вот божьи коровки наоборот радовали весь месяц. По инструкции пилкой нужно спилить топ. Наношу средство. Наносить нужно только на покрытие. На натуральные ноготи на кожу стараюсь не заходить. И все, оставляю так. На флакончике написано на 2 минуты. Верится, конечно, с очень большим трудом. Кстати, состав, смотрите, даже витамин Е есть. Есть ли среди вас химики? Пишите в комментарии, сильно ли адская эта вещица, если судить по составу. Прошло 5 минут. На 2 минуты я даже не рассчитывала. Написано, что с салфеткой можно снять остатки гель-лака. Но у меня ничего не получилось. Наношу опять средство и оставляю. Прошло еще 15 минут. В целом прошло 20 минут. И также с салфеткой гель-лак не снимается. Я решила попробовать по старинке. Счищаю пушером. И гель-лак подался. Легко и без проблем счищается. Средство действительно растворяет материал. Но снять просто салфеткой не получится. Кстати, видео с этим покрытием есть на канале. Кому интересно, какими материалами оно выполнялось, ссылку оставлю в описании. Счищается легко. Помню, когда снимала гель-лак размачиванием, еще только когда начинала делать себе покрытие, то всегда была проблема с чистить. Приходилось прям силой надавливать пушером. И иногда цепляла и верхний слой своего ногтя. Бррр. Аж мурашки по коже идут. Неприятно. Сейчас намного легче снимать материал. Кстати, я-то ждала, когда салфеткой можно будет снять. А вот так счистить, возможно, можно было и раньше. В общем, нужно еще пробовать и тестировать другие торговые марки материалов. Знаю, подобные средства есть и на Алиэкспрессе у некоторых торговых марок. Кто пользовался, обязательно пишите в комментарии. Работает ли средство и с какими материалами, чтобы понимать общую картину. А у меня есть вот такая вещица. Не знаю, как она называется, но она нужна, чтобы счистить вот такой гель-лак. Эта вещица у меня уже давно, но никак не было возможности ее использовать. И вот, наконец-то, момент ее настал. В общем, средство действительно размягчает гель-лак. Он, как заявлено производителем, салфеткой не снимается, но привычным образом счистить удается. Для меня большой плюс в том, что не нужно оборачивать фольгой и нет контакта с кожей. То есть, кожа абсолютно не страдает от ненужного воздействия достаточно агрессивного средства. Не могу утверждать, что на все материалы средства подействуют. Здесь нужно пробовать и покупая понимать, что, возможно, с какими-то торговыми марками средство работать не будет. Утверждать не могу. Но, с другой стороны, если топ все равно мы снимаем пилкой, то гель-лак, скорее всего, будет размягчаться. Но то, что средство не контактирует с кожей, это большой плюс для тех, кто снимает гель-лак размачиванием. Так что, покупать или нет, решайте сами. Вот все содержимое коробочек. Начну с гель-паутинки с металлическим эффектом. У меня в трех оттенках. Голубой, бирюзовый и золотой. Паутинка чудо. Эластичная. Очень хорошо тянется. Прикольный металлический блеск имеет. Интересный материал. Для экспресс-дизайнов отличный вариант. Работает легко с паутинкой. Если честно, не хочется останавливаться. Работа с паутинком. СПОКОЛОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Любителям этого вида дизайна однозначно рекомендую Дальше гель-краска El Pazzo У меня 6 оттенков, это обычные цветные гель-краски Их можно использовать как для дизайна, так и для обычного цветного покрытия Но если вы планируете использовать их как цветное покрытие То наносить нужно на укрепленные твердым материалом ногти, гелем или полигелем Если наносить гель-краску на базу, скорее всего будут отслойки Кстати, кисть мягенькая, удобная, отлично наносит материал Все оттенки наношу в два тонких слоя Цвета яркие, сочные, но гель-краска всегда отличается яркими оттенками Производитель говорит, что после просыхания гель-краски в лампе 30 секунд покрытие имеет липкий слой Но после просыхания 60 секунд гель-краска не имеет остаточной липкости Поэтому хочу попробовать нарисовать вензеля уже по топу черной гель-краски На типсу я выкрашивать не стала, и так понятно, что будет плотное черное покрытие А вот как эта гель-краска в прорисовке вензелей и тонких линий очень интересно посмотреть Тем более у меня девочки в комментариях спрашивали о черной гель-краске для тонких линий По-моему, краска отличная Липкого слоя действительно нет Как-нибудь попробую ее в носке Вот все мои оттенки гель-краски от Эль Паза И сегодня розовенькую и голубую буду использовать в работе Гель-краски яркие, сочетание этих цветов очень нравится И остались гель-лаки для выкраски У меня в основном все гель-лаки с блестками сегодня На фоне однотонных гель-красок гель-лаки решила с блестками взять Но есть и просто цветники Обожаю такие гель-лаки Темный фон и очень мелкие мерцающие частички А вот в оттенке инди номер 10 блестки как будто из глубины светятся Тоже очень красивый Субтитры сделал DimaTorzok Также у меня в посылке гель-желе от Эль Паза камуфлирующий И сегодня ним буду делать выкладной френч Очень красивый оттенок Гель просто неподвижный и абсолютно не самовыравнивающийся Но насколько я знаю, таким и должен быть гель-желе Я ни разу в жизни не держала в руках гель-желе А уж тем более ни разу не работала ним Так что сегодня у меня и у гель-желе дебют Ссылку на сообщество Эль Паза Шоп Где беру материалы оставлю в описании под видео Приятные цены, материалы отличные Проходите, выбирайте И не забывайте про конкурс Все подробности в описании Тем временем снимаю старый материал Убираю материал до тонкой подложки И убираю длину Пилочкой выравниваю торец на обломанном ногте Прохожу пилкой по поверхности Убираю естественный глянец На остальных ногтях пилкой придаю форму свободному краю И также прохожу пилкой по поверхности Выравниваю ее и убираю естественный глянец Теперь маникюрчик Прохожу пилкой по поверхности На реверсе прочищаю с другой стороны Прохожу пилкой по поверхности Убираю пыль Маникюр готов, ногти подготовлены к покрытию Наношу праймер Нужна каучуковая база Наношу грунтовочный слой базы тонко Сразу на все ногти Подставляю форму Прозрачным гелем создаю свободный край Снимаю форму Теперь гелем желе формирую ногтевое ложе Вообще непривычно Я пытаюсь выровнять Делаю те же движения, что с обычным гелем А он совсем не выравнивается Но и не убегает никуда И отлично держит бортик Для выкладного френча хороший гель Но без опила не обойтись Субтитры делал DimaTorzok На ногти безымянного пальца будет дизайн Наношу гель полностью на всю поверхность ногтя Снимаю липкий слой Опиливаю Помогаю себе фрезу Все это быстрее и удобнее Субтитры делал DimaTorzok На самом деле очень красивый оттенок геля называется Pink Убираю пыль Розовый гель краска Закрашиваю свободный край на ногтях До безымянного пальца И чуть больше половины ногтя На том же безымянном Дальше в сторону мизинца наношу голубой цвет Рассмешила клиентка Она впервые делает выкладной френч И очень боится, что такая ступенька и останется А я в такие моменты делаю серьезное лицо И спрашиваю А разве ты не так хотела? Ты же хотела цветной френч Вот он Но надолго меня не хватает И я улыбаюсь И тут клиентка все понимает Что я шучу У вас тоже так бывает? Черная гель краска Рисую веточку на ногте безымянного пальца Стараюсь рисовать ее на границе цветов Переходя на ногти безымянным пальцам Нужен гель-лак с блестками. Ставлю блестки на листики. Ставлю блестки на линии улыбки. Немного растушевываю их к свободному краю. Наношу прозрачный гель на свободный край. Выравниваю и торец. Конечно же выравниваю снизу. Перекрываю все ногти топом. Топ с липким слоем. После лампы подождала минуту, пока топ остынет. И вытираю липкий слой. Таким образом глянец никуда у вас не денется. И вот результат. Гель желе, несмотря на свою абсолютную невыравниваемость, в работе очень понравился. Не зря мне его советовали попробовать в выкладном френче. Действительно, для данного вида френча он очень хорош. Все остальные материалы также очень понравились. Так что ссылку оставлю в описании, где брала. И не забывайте про конкурс. Порадуйте себя новенькими материалами. Условия конкурса в описании. Обязательно заглядывайте и читайте их. Ну а если вам было интересное видео, жду от вас лайк. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди много интересного. И не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео и о новых конкурсах. А на сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok